Так, ребят, а для тех, кто не знает, представляю вам Константин Александрович Кваснова, который не только директор ГАИШ, но еще заведующий кафедрю астрофизики и звездной астрономии и заведующий астрономическим отделением. Вот он сегодня вам расскажет про депутатационную информацию. Да, добрый день, дорогие коллеги. Ну, термин для вас знакомый, но дело в том, что вот уже так, на протяжении последних там 10 примерно лет, об этом говорят очень подробно, тем более, что определенные результаты очень интересные были получены, начиная с 2015 года на детекторах. Вот немножко поговорим об этом. И я просто для тех, кто не является специалистами, напомню, что у нас, начиная со школьной скамьи, мы знаем закон обратных квадратов для гравитационных сил, и, значит, вот у нас есть массы, и они притягиваются по законам обратных квадратов, и большая наука заключается уже в том, чтобы этот закон был выведен, как известно, Ньютоном из астрономических наблюдений, и пошла оттуда. Для решения этих задач был разработан математический аппарат, который называется дифференциальным исчислением. Это хорошая история, которая показывает, как астрономические наблюдения двигают фундаментальные вообще знания человечества. Это очень хороший пример, между прочим. Вот. Но, как мы хорошо знаем, и вы уже лучше меня знаете, что ньютовская гравитация справедлива только тогда, когда у вас гравитационный потенциал безразмерный. Значит, надо разделить. Гравитационный потенциал имеет размерность с квадратов скорости. Если мы его разделим на скорость света в квадрате, вот если эта величина много меньше единицы, то мы забываем про какие-то усложнения в первом приближении. И довольно широкий класс задач решается с помощью ньютоновской гравитации. Ну, вы это прекрасно знаете. Вот. На самом деле, как только мы переходим к сильным гравитационным полям, то есть когда этот параметр малости пропадает у нас, мы начинаем использовать уже поправки, которые добавляются к ньютоновскому закону. Это пост-ньютоновские разные поправки разного порядка. Ну, или вообще пользуемся релятивистским обобщением гравитации, уже используем на сегодняшний день наиболее, скажем так, самосогласованную, законченную теорию. Это общая теория относительности, хотя всем понимают, что она может и не является каким-то финальной точкой. Но, тем не менее, пока что не найдено ни одного серьезного отклонения от общей теории относительности. И, как хорошо известно, в основе лежит принцип эквивалентности гравитационной инертной массы. То есть вот та буковка М, которая входит в этот самый школьный закон, она, так сказать, определяет тяготение, но она же входит и во второй закон Ньютона, который определяет инерцию тела, параметр, определяющий инерцию тела. Значит, этот принцип Эйнштейн придумал, ну, как придумал, воспользовался им и придумал вот такой эксперимент, который в 1908 году, который, как он сказал, что это наиболее, самый лучший мысленный эксперимент в моей жизни. Значит, идея заключается в том, что если у вас есть однородное поле тяжести, где нет отклонений векторов ускорения свободного падения, вы эту гравитацию просто можете напросто убрать тем, что вы начинаете падать с тем же самым ускорением, попадать в состояние весовости. Или же обратно. Если у вас есть какая-то кабинка, и вы начинаете тянуть ее с ускорением противоположно направленному ускорению силы тяжести, даже в отсутствии тяготений вы можете как бы чувствовать все то же, что и в присутствии тяготеющего тела. Все те же эксперименты физические, ну, здесь вот простейшие растяжения, там пружинки, маятник, там еще что-то, реакция опоры, они все будут неотличимы в этих двух случаях. И все это замечательно работает, когда у вас как бы локально вы гравитацию можете убрать. Это прекрасный принцип, который лежит, по сути дела, в основе и даже вывода уравнений, о которых я сейчас скажу. Значит, а вывод уравнений очень прост. Почему? Потому что вам всего-то нужно, значит, в гравитационных полях ускорение силы тяжести направлено к центру, ну, или как-то, по крайней мере, эти линии, по которым падают тела, свободно, не параллельны друг к другу. Без гравитации они вот в ускоренной движущей системе, они были бы параллельны в однородном поле, а если есть гравитация, то они немножко начинают сходиться. И, собственно, все уравнения, что вам надо сделать? Написать уравнение, описывающих свободное падение, уравнение геодезических, а дальше решить простую задачку, как эти две геодезические сходятся. Это было сделано, эти задачки такого рода решались Римманом в XIX веке, то есть Эйнштейну понадобилось лет семь, ну, лет пять реально, он изучал вот этот математический аппарат, ну, примерно столько же, сколько вы учитесь в этом заведении. Значит, он освоил этот математический аппарат, даже немножко в приложении вот к такого рода задачам, и получил свое знаменитое уравнение. Значит, и основная идея, как вы знаете, его заключается в том, что гравитация отождественна, в рамках общей теории относительности, она отождественна искривлению пространства-времени. Значит, и отличие вот здесь вот очень хорошее, мне кажется, здесь изображено. Значит, когда у вас локально-лоренцевая инфициальная система отчета, вы ее можете покрыть всюду плотно нерастяжимыми стержнями и в каждом узле поставить часы, потом их синхронизовать, и у вас будет единое время и некая единая координатная сетка. И вы можете переходить свободно от одной системы отчета в другой в локально-лоренцевых системах. Ну, поскольку там у вас в интервале появляется знак минус, повороты, преобразование систем координат, они будут описываться не синусами и косинусами, а и перболическими функциями. Эти преобразования называются преобразованиями лоренца. Но это математика, которая была хорошо известна еще в начале 20 века. А что меняется, когда мы вот нашу систему, клетку, которую мы сделали с помощью таких стержней и часов, помещаем в поле тяжести и отпускаем. Значит, эта клетка ваша начинает падать. И что случается? Сначала все хорошо, но по мере приближения к центру, к гравитирующему, у вас эти стержни начинают ломаться, они начинают друг другу мешать. Вы не можете уже покрыть этой системой вот все вот это пространство из-за того, что у вас, ну, грубо говоря, на языке географии четвертого класса вы не можете покрыть, вы не можете глобус, карту глобуса изобразить равномерно на плоскость. У вас начнет ломаться ваша сетка координатная, от меркатора, кто там, все эти великие люди это все прекрасно понимали. Вот. Таким образом, вы получаете замечательные уравнения, которые называются уравнения общей теории относительности. Они вот здесь выписаны в очень компактном виде, которые надо читать следующим образом, что искривленное пространство-время говорит телам, которые находятся в этом пространстве-времени, как двигаться, а сами тела и их движение, что важно, не просто масса, но еще и движение этих масс, говорит пространство-времени, как искривляться. Значит, очевидно, в этой фразе, если вы проведете семантический анализ какой-то, вы сразу увидите, что здесь заложено важнейшее свойство. С одной стороны, материя влияет на пространство-время, а пространство-время влияет на материю, это если не линейность. И вот не линейность уравнений делает их решение достаточно сложными. Значит, с левой частью у вас некая геометрическая конструкция, с правой части конструкция, которая искривляет геометрию, это тензор энергии импульса, ну и теорема Пифагора, которая здесь записана через некие коэффициенты, которые, в отличие от, так сказать, теоремы Пифагора в этой комнате, будут зависеть, еще будут определяться, они являются функциями координат и вообще говоря, времени, вот эти же меню, вот эта вот метрика. Ну и все становится несколько более сложным. Вот эти конструкции, они являются вторыми производными от вот этих метрических коэффициентов, но это некая техника, которая нам сейчас не очень важна. важна, что она приводит к некоторым последствиям, которые были известны еще Эйнштейну, а именно он объяснил сразу же движение, значит, изменение перигелия Меркурия, аномальное движение, которое нельзя было описать для эллиптических орбит, которые не описываются ньютоновской теорией, и, так сказать, сказал, что все попытки астрономов 19 века найти какие-то возмущающие тела ньютоновской физики для объяснения этого эффекта, они и не нужны, потому что, так сказать, сама гравитация естественным образом заставляет вас, значит, эту аскулирующую орбиту, эллиптическую, поворачивать с неким темпом, которые диктуются вот этими уравнениями. Это первое. Второе – это эффект, который был в 19-м году, 100 лет назад, Эдингтоном определен. Это отклонение луча в поле тяготения Солнца. Значит, школьная задачка, когда у вас летит фотон, представьте себе, что h乳 разделите на c квадрат, получит нечто эквивалентной массе шарика. На самом деле, фотон без массовой частицы, вы можете вот такое нелогичное предположение сделать. Тогда рассмотрите движение вот этого шарика в поле тяготения точечной массы по ньютоновскому закону. Вы увидите, что он движется с неким прицельным параметром, потом отклоняется на некий угол альфа. И этот угол альфа легко считается ньютоновской физике. Отклонение света должно быть и ньютоновской физике, но оно ровно в два раза отличается от ньютоновской. Эйнштейнский, конечно, там двойка появляется. Ровно в два раза. Это не 10%, эту двойку удалось увидеть уже в 2019 году, правда, с точностью порядка 30%. Но потом это довольно быстро уточнили. Во время солнечного затмения были видны звезды, которые находились за Солнцем, астрометрия была хорошо развита, все измерили. Оказалось, что все работает по Эйнштейну, но это был триумф. И в том же 15-м году, даже в 15-м, 16-м, первое, к чему тянется рука, когда люди, которые знают, что такое дифференциальное уравнение, они сразу говорят, ну да, смотрите, уравнение нелинейное, давайте попробуем рассмотреть ванлые какие-то возмущения и линеризовать их. И тогда все становится крайне просто, подобно тому, как это делается в электродинамике. Ну, электродинамик-линейная теория. Ну, или там, лучше не в электродинамике, плохой пример, лучше говорить про гидродинамику, где уравнение на Вьес-Токсо, нелинейное, вы там линеризуете, и получается масса всяких эффектов, типа распространения звука, всякие волны и так далее. Вот это было сделано. Значит, и вот, по сути дела, это предсказание о том, что... Да, и когда вы это сделаете, сейчас я формулы покажу, так сказать, для сведений, тем, кому интересно. Они оказываются очень простыми, эти уравнения оказались в точности, линеризованные точности такие, которые описывают электромагнитные волны вот от этой лампочки, распространяющейся в вакууме, значит, со скоростью света. Вот это из газеты 1915 года, если вы там разбираетесь, что там написано. А там написано, что вот Эйнштейн придумал очень новую теорию, которая совершенно, так сказать, продлевает ньютоновскую теорию и не, как говорится, не сводится к двум силам, которые действуют между двумя телами, а более сложная. А дальше замечательная совершенно фраза, что поскольку предсказания теории Эйнштейна очень тонкие и слабенькие, то вряд ли ученые будут способны проверить теорию Эйнштейна по отношению к ньютоновской физике, по крайней мере, до тех пор, пока в Европе не кончится война. Ну, война, знаете ли, кончается, начинается, и прошло сто лет, прежде чем вот это последнее предсказание Эйнштейна о том, что слабые возмущения метрики могут распространяться, как вот этих самых же меню, они могут распространяться, как волны со скоростью света, они были проверены вот начиная с 1915 года. Вот. На самом деле, все это довольно практичная штука сейчас, и вот эти уравнения, которые я вам показывал, они вовсю используются, ну, в той или иной реинкарнации, в практических делах, ну, я уж не говорю о движениях спутников, которые используют обязательно уже более точные поправки к ньютоновской теории, без них вы не обойдетесь, потому что скорость спутников 8 километров в секунду, там, 10 километров в секунду, хотя ВКЦ в квадрате мало, тем не менее, уже эти поправки для баллистики становятся важными, и, так сказать, вся эта система спутниковой навигации уже не обходится без ньютоновской теории, недостаточно. Вот. Ну, вот это все, так сказать, здесь вот слайд, где написано, как люди пытались это все дело делать. Любопытно, что где-то до конца 50-х годов шли бурные дебаты о том, вот эти грандиционные волны, они являются реальными физическими какими-то субстанциями, или же это просто какая-то математическая казуистика, знаете ли, всегда можно какие-то преобразования сделать, нет ли здесь вот какого-то подвоха, потому что еще Эдзингтон в свое время, так сказать, говорил, что там были математические тонкости, которым надо было уметь придавать физический смысл. И вот в конце 50-х годов стало ясно, что волны эти должны нести энергию и импульс, хотя точные решения были получены только в середине 60-х годов. Но с появлением лазеров, значит, оперант этого самого Гинсбурга Владислав Иванович Пустовой, это он вместе с Герценштейном, с которым на физфаке у нас работал, они решили такую простую, ну как, относительно простую задачу, я там дальше покажу. Значит, если у вас есть, поскольку гравитационные волны, они должны искривлять периодически пространство-время, то что будет, если у нас есть лазерный интерферометр, который чувствует тонкие-тонкие смещения двухоконечных масс путем измерения интерферационной картины? Что будет, если на этот лазерный интерферометр типа Майкельсона падает вот это возмущающее пространство-время волна? И они увидели, что эффект оказывается значимый, то есть можно они первые рассчитали взаимодействие такой гравитационной волны со светом, и эта идея получила, ну, долго пробивалась, где-то в 70-е годы стало ясно, что именно это магистральное направление, там были и другие, о которых я просто исторически за отсутствие времени не буду рассказывать, но это именно лазерные детекторы, они оказались наиболее перспективными, и в конце 80-х годов я помню, как мы здесь подписывали письма в Конгресс Соединенных Штатов с просьбой выделить деньги на финансирование вот этих гравитационно-волновых обсерваторий, ну, как сказать, мировая поддержка вот этой великой фундаментальной науки. Деньги были выделены, и эта машина строилась вот лет 15, я думаю, что даже порядка 20 лет это строились лазерные интерферометры, 20 лет, и в конце концов вот они заработали, и, как вы знаете, сейчас успешно работают прямо вот и даже сегодня, и сейчас, когда я говорю, одновременно три или даже четыре интерферометра лазерных в разных частях планеты работают и получают информацию о гравитационно-волновых событиях, которых я чуть дальше скажу. Вот, ну и вот это Кип Торн, Норберский лауреат, это, и кто из вас был в ЦФА, значит, это в Центральной физической аудитории, вот там доска такая, значит, крутящаяся формула, значит, и вот эти три номерских лауреата, Райнер Вайс, и Кип Торн, и Барри Бариш, он скорее выступал как такой project manager, потому что очень сложная машина, очень сложная структура всей этой организации, тысячи сотрудников, и всем этим надо управлять, значит, управлять надо уметь, вот он, будучи, имел богатый опыт в ядерных экспериментах, где тоже большие машины, и у него это получилось очень хорошо, он получил Норберскую премию за устройство этого детектора. Ну и за последние годы здесь суммарно, здесь то, о чем мы сейчас чуть-чуть поподробнее поговорим, заключающееся в том, что сейчас есть результаты, касающиеся реальных источников, которые были обнаружены, большинство из них оказались двойными черными дырами с массами десятки солнечных масс, до сотни там примерно, несколько событий очень важных, это связанных со слиянием нейтронных звезд, двойных, или нейтронных звезд с черными дырами, еще недавно тут об этом я скажу в пару слов, и пока что все. Как говорится, сухой осадок из этого дела вот здесь на доске написан, и как говорят в этих самых разного рода лекциях, ну на этом можно, как говорится, лекцию закончить, и тем, кому это неинтересно, дальше они могут, потому что все здесь написано, могут дальше уходить. Вот. Но мы пойдем чуть-чуть другим путем, мы посмотрим подетальнее вот то, что здесь произошло, и поэтому вернемся опять к гравитационным волнам, что значит, это вот буквально такая же волна, буквально в том смысле, в каком мы рассматриваем любые волны, в твердом теле или акустические волны, ну, не совсем, они скорее ближе к электромагнитным, поскольку они поперечные в первом приближении, поперечные волны, которые распространяются именно в пространстве времени, как вот колебания вот этой самой метрики, как колебания теоремии Пифагора, то есть вы берете треугольники, смотрите сумму углов треугольников в 180 градусов, значит, локальное пространство время плоское, проходит гравитационная волна, и она начинает вам немножко их, так сказать, корежить, очень-очень слабо, там изменений ничтожно малые, но тем не менее они происходят, то есть у вас локально начинает вот это распространяться рябь пространства времени со скоростью света, такие складки, как говорят, пространства времени. Вот, ну, как это математически? Математически это очень изящно, и просто, значит, делается это так, вот у вас есть некий фон, сложное, искривленное пространство времени, вы его разделяете на плавное изменение, вашего, так сказать, фоновое, связанное с там, массивными телами, с землей, там, солнцем, с галактикой, с чем хотите. Вот, и на его фоне есть вот маленькие такие флуктуации, которые бегут по этому самому фону, который считается более-менее медленно меняющимся, или вообще постоянным. Вот, ну и дальше вы подставляете все это в уравнение ваше, в те вот сложные, которые я так мельком показал вам, ну и все, собственно, дальше делать техники, и вы получаете замечательную картину, вы получаете, если у вас волна идет перпендикулярно экрану, то она создает поле приливных ускорений, как любая гравитация, как вы знаете, это измеряется приливными ускорениями. Так вот, поле приливных ускорений при прохождении волны, оно имеет вот такую плоскую гравитационную волну с одной частотой, оно создает вот такую структуру, которую можно разделить на две поляризации. Вот эту картинку можно разделить на комбинацию двух независимых, как говорят, поляризаций. Одна из них плюс, которая перпендикулярна и параллельна, так сказать, горизонту, а другая крест, который под углом 45 градусов. Там изящная математическая техника, как это все делается, но для нас важно, что есть поле приливных ускорений, которое меняется во времени. Другое дело, что ускорения эти крайне маленькие, крайне слабые, и поэтому значит, вот эта картинка, по сути дела, она иллюстрирует то, как и надо измерять гравитационные волны, а именно, вам нужно устроить свободные тела и смотреть, как между ними меняется расстояние если проходит эта самая волна. Все очень, казалось бы, просто. И когда люди говорят, ну, проблема здесь только в том, как устроить свободные тела, эти тела должны быть не связаны между собой никакими силами. Например, вот эта указка, она, конечно, не будет деформироваться гравитационными волнами никак, потому что кулоновские силы, которые ее составляют, они гораздо сильнее, и это, как можно рассматривать первое приближение, как твердое тело, равно как и земля. Значит, я помню, когда в 16-м году объявили об открытии волн, официальный уже, значит, к нам на физфак пришел, пожалуй, полковник уже в отставке, который сказал, ну, так, ребята, чего вы, я имею доступ к сейсмической сети по всему миру разбросанными данными, и вот я эти данные обработал, что, вообще говоря, нетривиально так, но, тем не менее, это возможно было сделать, и вот там ваши гравитационные волны я и прекрасно вижу. Значит, ему начинают объяснять, что, а почему, потому что он говорит, длина Земли большая, а сейчас мы увидим, что эффект пропорционален размеру вот между этими свободными телами, но Земля не свободное тело, там, она же, она не является, точки на ней связаны кулоновским там силами, в первую очередь, и так далее. Поэтому мы пытались, ну, на семинаре ему как-то это объяснить, он с недоверием на все это дело смотрел, но, кажется, он, ну, дальше этого дела не пошло, дальше этого семинара. Вот. Почему? Потому что он был вдохновлен вот этими картинками, которые рисуют иногда в популярных книжках, что во время прохождения волны у вас вот то тело то растягивается, то сжимается. На самом деле, повторяю, растягивается, сжимается метрика, и действует она только на свободные тела, которые движутся по геодезическому, то есть находятся в состоянии свободного падения. А сделать это на Земле очень сложно, чтобы они были отвязаны от всего, эти тела. Дальше поговорим об этом. Вот. Ну вот, и что математически тоже это очень просто. Если у вас есть два свободных тела, то вот их мировая линия тела одного и тела другого при прохождении эволюционной волны как-то начинает меняться. Если перейдем в систему отсчета тела А, то у нас появляется отклонение расстояния между телом А и Б. Ну и это расстояние, так сказать, из этой из этой физики следует, что относительно изменения дельта Х вот этого расстояния к самому расстоянию есть половинка амплитуды вот этой гравитационной волны, которая падает перпендикулярно плоскости, в которой тела находятся. Вот. Простая очень формула. Ну и что же, казалось бы, бери и делай, если у вас есть какая-то А, вот эта амплитуда, амплитуда безразмерная, в отличие от, так сказать, от амплитуды электромагнитной волны, там, полеэлектрическое, магнитное, они размерные величины. Здесь H величина безразмерная. Ну вот и видно, что эта величина порядка дельта Х к Х, где Х расстояние. Чем больше Х, тем легче измерить при данной H эту самую гравитационную волну. И вот мы сейчас увидим, что вот эти характерные амплитуды H, они порядка 10 минус 21, 10 минус 22. Ничтожно маленькие. И поэтому, как спрашивается измерить такие ничтожно малые отклонения между двумя телами, в этом же и была, так сказать, задача всех этих дел. И повторяю, что первым, кто увидел что-то это возможно, это были Герцинштейн пустовой, сказали, что с помощью лазера это можно сделать. А вот как сейчас увидим? Вот. Но прежде чем перейти к этому обсуждению, я напомню, что вот где-то в конце 60-х, в середине 60-х годов была выведена вот эта вот простая формула, которая показывает, что плотность энергии в гравитационной волне есть, которая несется, она пропорциональна, ну, как обычно, это квадрат производный временной от поля. Вот здесь две поляризации, ну, а это их амплитуды. Здесь есть некие коэффициенты. В чем коэффициенты? Обратите внимание, они очень большие. С в квадрате АЖ в знаменателе. АЖ – это гравитационная ньютоновская постоянная. Вот. Значит, ну и, соответственно, зная плотность энергии, можно посчитать поток энергии. И если подставить в эту формулу характерные амплитуды АЖ, я сказал, 10 минут 21, то вы получите какое-то невероятно чудовищное число, которое всех это начинает будоражить. 300 рк в секунду на квадратный сантиметр, через квадратный сантиметр, если частота волны порядка, там, килогерца. Это гигантский поток энергии. Всякие наши лампочки гораздо меньше. Солнце там меньше дает. То есть, энергии идет очень много в гравитационных волнах. А почему мы это не чувствуем? Потому что гравитация очень слабая, это самое слабое из всех сил и взаимодействие подавлено большими сильными вот этими множителями. Поэтому поток энергии, повторяю, очень большой. Вот. И здесь вот интересно для тех из вас, кто слышал слово квантовая механика, легко очень говорят еще, вот есть гравитон, давайте мы проквантуем гравитацию. Ну, пока проквантовать ее никому не удалось, так как следует, но можно сделать простое упражнение. Просто посчитать, сколько у вас частиц, если у вас частота энергии омега, частота омега, энергия будет h омега, естественно. И вот взять и посчитать, сколько у вас падает вот в этом потоке энергии летит как бы вот этих квантованных гравитонов. И что мы увидим? Что я не буду расшифровывать, но это очень простое упражнение. Можно посчитать так называемое число заполнения фазового пространства, подобно тому, как мы это делаем для электромагнитных волн. Значит, те из вас, кто знает, что такое формула планка, там есть такой множитель 2 h на c квадрат, а дальше единица и так далее. И аж на кт без единицы. Вот эта безразмерная единица на h на кт без единицы и это есть число заполнения электромагнитного пространства для чернотельного излучения. Здесь то же самое можно проделать, посчитать число заполнения и вы получите, да, для солнечного света это число порядка единицы, да. А здесь число оказывается 10 в 75 характерное значение. То есть число заполнения гравитонами такое огромное при тех характерных явлениях, а чем больше число заполнения, тем более классические являются описания волн. это тоже известно из квантовой механики. Значит, мы видим, что можно вообще плюнуть и забыть про квантовую механику для гравитационных волн, поэтому мы говорим гравитационно-волновая, а квантовые свойства здесь вообще не играют никакой роли. Вообще никакой роли. Это все описывается классическими волнами со всеми классическими эффектами. Значит, забыли про кванты. Ну и дальше вся вот эта конструкция, как она работает. Работает она очень просто. У нас есть интерферометр Майкельсона. Здесь хитрость только одна была сделана, очень важная, между прочим. Первоначальной формулировки брался просто лазер, делитель света, две конечных массы, и, так сказать, интерференционная картина строилась на выходе. Значит, очень важна была идея добавить сюда дополнительные зеркала для того, чтобы у вас здесь возникла полость типа интерферометра Фабри Перо и настроить ее таким образом, чтобы эффективное время удержания света в вашей машине равнялось времени прохождения вот этой гравитационной волны. Можно показать, что при этом наиболее эффективно ваша машинка будет работать. И здесь нужно именно так настроить, чтобы оно там 400 раз свет переколебался в этой полости. это интересная техника, очень сложная, сложные там... Ну, в общем, этим профессионально занимаются сотни людей. У нас на физфаке в группе Брагинского Владимира Борисовича, там вот Сергей Петрович Витчанин, Владимир Павлович, Валерий Павлович Митрофанов и другие, они очень на высоком, на квантовом же уровне рассматривают все процессы, которые необходимы для того, чтобы эта машина работала и выдавала оптимальный результат. Ну, и возникает вопрос, ну, хорошо, как измерять, допустим, мы сейчас увидим, какая чувствительность будет достигнута, а вот эти аши, которые здесь стоят, вот я назвал число 10 минус 21, откуда я его взял? Ну, это известно было давно, что они такие маленькие, и следует это вот из чего. Дело в том, что, поскольку уравнение, описывающее гравитационные волны, это просто Доломбертиан аш равняется там с коэффициентом некому тензору энергии импульса. Как вы знаете из курса методов матфизики, те из вас, кто проходили там функции Гриена, слышали, да, фамилия такая была, вот, да. Ну вот, можно просто-напросто записать решение этого уравнения сразу через запаздывающие потенциалы, так же, как мы это делаем в классической электродинамике. Все абсолютно точно самое. И, казалось бы, вот написан ответ, очень простой ответ, который, как говорится, красив, но ничего нам не говорит, что на самом деле происходит. Для этого нужно немножко подумать. Вы можете открыть книжку Ландау Лившицы и посмотреть, как это делается. И оказывается, если у вас, во-первых, первое, что там сразу следует сказать, что низший порядок излучения будет не дипольный, а квадрупольный, потому что тела, в отличие от электродинамики, они все имеют как бы заряды, имеют один знак. А значит, дипольного момента там нет, производный и низший порядок полей, которые будут вам давать меняться, как единица на R, чтобы на бесконечности был все время один и тот же поток энергии, это квадрупольное излучение. Так вот, в этом приближении вот это вот страшное выражение, оно довольно элементарно, ну как, не доволен, ну в общем, с некоторыми, с некоторыми, с некоторой потерей времени переводится в выражение, в котором стоит вторая производная от квадрупольного момента системы, которая, в которой вот действует гравитация. Ну, например, в случае двойной системы, это, там есть отличная от нуля и вторая вот эта производная квадрупольного момента, это легко посчитать, и по порядку величины это просто-напросто будет кинетическая энергия, участвующая в этом квадрупольном движении, деленная на mc квадрат. Вот. Ну, если мы работаем с телами типа Солнца, с массами, с большими массами, нужны большие массы, потому что как и g, это слабая очень константа, и c большое число, поэтому амплитуда маленькая, она будет большая только для большой кинетической энергии, а большая кинетическая энергия это что? Это или большие массы, участвующие в движении, или высокие скорости. Ну вот, и вот для кинетической энергии порядка массы Солнца, это очень большая, это примерно 10-54 архсекунду. Вот, для такой кинетической энергии, участвующей в квадрупольном движении, с расстояния 100 мегапарсек, что по астрономическим меркам уже, ну, на что-то похоже, мы получаем амплитуду 10-21. Ну, а дальше какую энергию возьмете, такую здесь амплитуду и получите. Видно, что это очень малая величина. Даже для такой чудовищно предельной кинетической энергии у вас получается очень малая величина. Вот. Ну, это можно не смотреть на этот слайд, я просто скажу, что здесь прямая прямая, прямой аналог между классической электродинамикой и то, что получил Эйнштейн, собственно, это подставляя вот эти разложения в его уравнение, мы получаем уравнение типа волнового. Здесь вот для векторного потенциала через ток, да, в электродинамике, а здесь для вот этой величины амплитуды через тензор энергии импульса. Вот записано решение через запас дающий потенциал, прям абсолютно то же самое все. а дальше единственное, что надо, так сказать, посмотреть, что здесь дипольное излучение низший порядок А даст вам, а здесь квадрупольный даст низший порядок, вторая производная квадрупольного момента войдет. Ну, а дальше сразу получаем, зная амплитуды полей, беря их производной, возводя в квадрат, вы сразу получаете потоки энергии. Это знаменитая формула Эйнштейна, которая, так сказать, описывает, как меняется, допустим, как меняется энергия двух точек на орбите из-за потери энергии на гравитационное излучение. Ну, и по порядку величины легко эти оценки сделать. Опять же, я не буду утруждать вас какими-то формулами. важно, что здесь стоит очень маленький фактор G на C в пятый вот в этой формуле, в отличие от формулы для дипольного излучения в электродинамике, это просто вторая производная дипольного момента. А здесь еще войдет вот такой вот маленький фактор. Поэтому это, конечно, эффекты требуют больших масс, высоких там скоростей, больших расстояний. Ясно, что речь идет не о микромире, а о макромире, который дает это дело. Хотя можно, как говорится, руками машешь, что же гравитационные волны делаешь, но они такие слабенькие, что, как говорится, никто их и не заметит. Так. Хорошо. Вот тогда отсюда и следуют наши знаменитые источники. Резюме такое, что нам нужны несферические движения очень больших масс. Чем больше, тем лучше. А какие самые большие массы в природе мы знаем? Ну, звезды, значит, как говорится, надо, чтобы еще и скорости были большие. Значит, звезды должны быть компактными. Это или нейтронные звезды, или белые карлики, или черные дыры еще лучше. Чем хороши черные дыры, тем, что там массу можно сделать. У белого карлика там 1,38, у нейтронной звезды там 2,3 максимум. А тут можно 10, 20, 100, пожалуйста. Вот. И они будут создавать вам двойные источники, будут создавать вам наиболее благоприятные условия для, как источники гравитационных волн. И вот вы должны понимать, что именно понимая, что эти источники наиболее астрофизически благоприятны, именно под этот диапазон частот 100 Гц, 100 Гц, 1 кГц, строился вот этот детектор. Они делали уже его чувствительность такую, чтобы именно такого рода источники наблюдать. те из вас, кто знаком с негалактической астрономией, скажут, ну вот есть еще там сливающиеся галактики, а в галактиках могут быть сверхмассивные черные дыры, как нам говорят. А если эти две сверхмассивных черные дыры, они же тоже могут образовать двойную систему и слиться. Это правда. И амплитуды здесь могут быть гораздо больше, потому что по порядку величины h, вот это совсем простая формула, что даже я ее запомнил, значит, надо разделить гравитационный радиус системы на расстоянии. Вот и аши будет оценка, без всяких там мудрствований. А гравитационный радиус – это три километра для массы Солнца. Значит, сверхмассивные черные дыры – это могут быть сотни миллионов масс Солнца. Поэтому амплитуды такого порядка можно видеть вообще с расстояния до хаббловских расстояний, до края Вселенной. Вот, если такие сверхмассивные черные дыры сливаются, то они… Но амплитуда амплитуды, а частота будет определяться третьим законом Иоганна Кеплера. Значит, чем больше масса, тем ниже будет частота. И поэтому, начиная с сотен масонцев, мы выходим из предела чувствительности наземных детекторов и должны обращаться уже к другого рода экспериментам, которые могут такие вещи регистрировать. Я пару слов об этом скажу. Ну, а сигнал при слиянии, когда тело начинает терять свой момент импульса и орбитальную энергию и приближаться по спирали одно к другому, он очень прост. Если бы было Кеплерово движение, у нас была бы чистая синусоида. А здесь теряется момент энергии, амплитуда возрастает и возрастает частота. Вот этот, как называемый, чирп-сигнал, он очень просто и аналитически считается для двухточечных масс. Собственно, и в этом вся, собственно, казалось бы, наука. Для таких сигналов именно ловить такие сигналы и призваны такого типа призваны эти самые наземные гравитационно-волновые детекторы. Но он называется чирп, потому что это как спектр такой же фавиаспектр, как спектр с крика птицы, чайки там кричат или кто там, воробьи чирикают. По-русски никто не предложил. Вот, может, у вас, если те из вас, у кого есть филологические наклонности, может быть, вы можете предложить какое-то хорошее слово вместо этого ужасного английской кальки чирп. Ужас, да? А? Чирик? Чирик. Чирик – это 10 рублей раньше было. Тоже как-то чего-то не хватает. Вот чирп и чирп, это ужасно. Ну, теперь уже все привыкли. В общем, ну, на самом деле, вот такой простой сигнал – это только когда мы рассматриваем в Ньютоновском приближении задачу приближения двухточечных тел по квазикеплеровским орбитам с излучением гравитационных волн. А если у нас какие-нибудь там черные дыры, то у них есть еще внутренние параметры, такие как вращение, так сказать, собственный спин, и начинается там масса всяких эффектов, в первую очередь прицессии Ленди-Тиринга, прицессии орбиты, приближение, начинает ее разбалтывать, плоскость орбиты начинает так прицессировать, и сигнал становится гораздо сложнее, здесь уже никакой синусоиде такой простой говорить не приходится, хотя качественно он похож, но количественно он гораздо более сложный и богатый, и его уже нужно считать культурно, что-то удается просчитать до каких-то пост-нюхтеновских параметров, но обычно это делают уже, решают просто уравнение Эйнштейна для такой задачи, и рассчитывают вот такой сложный сигнал от сливающих двойных черных дыр. Вот банк сигналов, который ищутся в настоящее время, насчитывает порядка 600 тысяч, то есть вам нужно рассчитать все комбинации масс, спинов, углов между спинами, и потому что искать такого рода сигналы, которые много меньше, чем шум, это методика называется, метод оптимальной фильтрации, и идея заключается в том, что вы подавляете гармоники, на которых у вас есть сигнал шумовый, и тогда вы извлекаете сигнал из-под шума, и поэтому вам нужно вот в вашей записи вашего интерферометра все время сравнивать, это делать с помощью суперкомпьютеров, все время сравнивать порядка 600, 500-600 тысяч темплейтов вот этих, и смотреть, какой из них подойдет. Если подходит, то у вас сразу корреляция возникает, и вы видите, и говорите, ага, вот интерфер, что-то я обнаружил. В общем, это интересная задача, и над этим работают тысячи людей, как я уже сказал. Вот, ну, в ньютоновском приближении там вот главным параметром этого самого сигнала является некая комбинация масс, которая, опять же, вот называется ужасно, вот эта черпмасса, ну, как говорится, ничего уж не поделаешь, то есть масса, черпмасса это просто комбинация масс двух вот этих точечных тел, М1, М2, М1, М6, здесь 3, 5, одна вот написана на доске. Важно, что она, эта масса и частота и расстояние до источника определяет вам амплитуду. Вот, и вторая вещь важная заключающаяся в том, что, зная, как меняется частота, первая производная, вы сразу решаете задачу, определяете черпмассу этого источника. Если у вас есть сигнал, черпсигнал, который вы нашли, вы знаете, как меняется частота, как функция времени, подставляете в эту формулу и определяете вот эту черпмассу. Это наиболее точно определяемый параметр при анализе гравитационно-волновых сигналов. Вот. Ну, здесь есть еще одна замечательная вещь, которую я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, если мы смотрим в астрономии на какую-то звезду, да, измеряем поток излучения от нее, мы не можем сказать, эта звезда далеко или близко. Это может быть близкая звезда, но относительно неяркая, или яркая звезда, но довольно далекая. Там примеров на небе очень много. Вы смотрите на звездное небо, видите яркие звезды, это не значит, что они яркие, они могут быть просто близко, хорошо известны все эти вещи. Почему? Потому что у вас нет независимого определения расстояния до источника и нет независимого определения для того, чтобы все определить, вам нужно как-то прокалибровать мощность его. Вот. Здесь ситуация другая. Смотрите, вы определяете по вот этой синусоиде черепсигнала, вы определяете амплитуду, вы знаете частоту и из этой формулы, из частоты ее производной определяете черепсмассу и таким образом вы сразу же определяете расстояние до источника. Этого нет в этом отличие градационно-волновых сигналов от электромагнитных. В электромагнитном диапазоне мы не можем расстояние определить по сигналу, а здесь мы по сигналу сразу определяем расстояние. Уникальные совершенно свойства вот этих черепсигналов. Так. Ну и еще одно свойство, ну тоже я не буду, так сказать, как говорится, формулы здесь выписывать, они крайне просты, но ответ заключается в том, что на самом деле определяется не просто расстояние, определяется фотометрическое расстояние, которое зависит, ну это некая формула, которая зависит от космологических параметров, и вы определяете на самом деле не массу, не черепсмассу, а эту черепсмассу, умноженную на единицу плюс Z и Z красное смещение. Ну это детали, которые может быть нам сейчас не очень важны. Важно, что я уже сказал, что расстояние до источника вы сразу определяете. Вот. Ну вот интерферометры, буквально пару слов об этом я, наверное, еще успею сказать вам. Я сказал уже, что лазерный интерферометр в простейшем виде, вот он так, на самом деле он гораздо более сложно устроен, ну и вот несколько такая простая, как говорится, чтобы это все было не на уровне слов, я вам хочу сказать, что даже в решении вот решается, сначала решается очень простая задача. У вас есть лазер, у вас есть две конечных пассы в этом интерферометре и расстояние между плечах LX и LY. И вы записываете метрику вот этой падающей гравитационной волны перпендикулярно экрану. она очень просто записывается через вот эти амплитуды H+. И смотрите, что произойдет. И когда вы решаете эту задачу, вы мгновенно находите ответ, что время прохождения света при действии гравитационной волны в плечах интерферометра оно будет порядка L делит на C L это размер вашего плеча C скорость света и здесь появится маленькая добавочка которая пропорциональна H. Это просто следствие этой самой метрики это очень простое упражнение но самое главное что здесь появилась добавочка то есть видно что это вот то что герцинстей не пустовой в упрощенном виде видно что у вас в зависимости от этой амплитуды у вас вот эти тела действительно будут как-то меняться о чем я уже сказал вам раз меняется время прохождения света раз меняется расстояние между телами то будет меняться интерференционная картина так ну это тоже в общем у вас как известно в интерферометрах возникает модуляция интенсивности на фотодетекторе которая будет пропорционально набегу фазы набег фазы это смотрите очень простой это длина интерферометра деленная на длину волны он может вот на эту самую амплитуду аж видите она везде это аж входит и поэтому у вас изменение интенсивности будет отслеживать изменение амплитуды и здесь стоит огромный фактор эль на лямбда эль у вас характерные там несколько километров люди на земле берут а лямбда то у вас сколько 5000 ну реально там лазер ну как раз обычные лазеры ангстремы это что-то сотни нанометров здесь стоит огромный фактор и это позволяет вам измерять в помощи интерферометра в такие малые смещения надо чтобы вы это понимали вот ну или на другом вот собственно это здесь написано очень просто вот у вас есть набег фазы который пропорционален аж эль на лямбда б некий фактор который вы сами выбираете путем устройства вашей вашей машины вот вам сказали измерить ну вот как это сделать значит и надо чтобы вот эта величина б на ц она была ну меньше грубо говоря половины чистоты порядка половины чистоты вашей грандиционной грандиционной волны потому что иначе там чувствительность у вас будет ухудшаться отсюда видно что вот этот фактор б нельзя делать слишком большим его делают порядка четыре четырехсот и поэтому интерферометр фабри перо который там вставляется он специально настроен вот чтобы сделать оптимальный вот этот фактор б здесь ну а дальше все очень просто у вас эта величина флуктуирует из-за чего потому что у вас структурирует мощность лазера у вас есть фотонный шум и все разного рода шумы и грубо говоря чем больше фотонов в этот самый свой интерферометр впихиваете тем у вас меньше будет ну вот в частности пример дробового шума здесь как известно он обратно профессионально корню из числа фотонов все мы знаем в оптике люди пользуются этой формулой она хорошо работает ну а дальше что такое число фотонов это мощность лазера деленное на энергию одного фотона умноженное на число вот этих ресайклингов которые внутри интерферометра бегают и на дельта т значит вы получите число r в секунду до секунды и делить на r получите число и вы увидите что в этой машине одновременно порядка 10 20 и 10 21 фотонов находится значит при мощности лазера 60 ватт лампочка а характерное время 10 миллисекунд у вас в которой вы измеряете все это дело вы получаете что минимальная амплитуда которую вы можете обнаружить она порядка 10 минут 22 вот как только это в 70-е годы формула была написана стало ясно что это реально сделать реально взять лазер 60 ватт и реально длину интерферометра 4 километра сделать реально значит во все это построить но это понадобилось 20 лет упорной работы чтобы это реализовать за это дали как я уже сказал Нобелевскую премию ну вот эта фотография известная это в Ливингстоне машинка значит чувствительность такая что да все все вакуумировано как вы знаете трубы вакуумированы это самая большая в мире вакуумная система 10 минус 9 тричели там вакуум поддерживается время от времени там трубы проедают какие-то крысы там чинит их в общем там идет такая живая работа любого как любой большой установки значит те из вас кто имеет отношение к эксперименту знают насколько сложно бывает значит поддерживать там температуру нужный режим или там какие-то еще и так далее это серьезная экспериментальная работа ну и когда вы начинаете смотреть как у вас устроен ваш шум вашей машине он устроен очень сложно вот у вас есть много вот этих палок причем если внимательно посмотреть то увидишь самые мощные палки здесь стоят на частоте 60 герц это частота тока в розетке этого самого американской и ее гармоники это все гармоники просто частота вашего тока но повторяю метод чем хорош тем что если вы знаете в фурье представлении спектр вашего шума все вот это элементарно вычищается и как говорится это не мешает работе машины в целом искать с помощью нее можно искать коррелируя все время сигналы и подавляя гармоники которые вам не нужны вы можете с большим отношением сигнал к шум получать эти самые результаты вот 4 машинки которые работают две значит в Ханфорде в штат Бошингтон и в Луизиане значит в Ливингстоне одна машинка значит это под Пизой Кашино такая деревня там значит это Вирго французская итальянская машина и Кагра подземный японский интерферометр там немножко поменьше длина плеч 3 километра но там зато криогеника установлена наиболее чувствительные детекторы вот эти этот медий чувствительный я покажу картинку этот начал работать в прошлом году он в стадии становления но они все время улучшаются идет борьба с шумами и вся работа идет постепенно они улучшают свою чувствительность ну да он подземный это он рядом в камеохе где вот этот комплекс нейтринный у них располагается в горах в Японии это вообще одни горы ну вот и собственно чего собственно вот этот сигнал который знаменитая картинка как они первый этот сигнал обнаружили причем это была там очень интересная история там как этот самый дежурный увидел этот сигнал причем они только его включили и сразу увидели понимаете здесь как этот человек как сказать с нескольким таким воспаленным религиозным воображением он как же так вот вы включили детектор и сразу что-то обнаружили да не просто что-то причем очень мощный сигнал был такой какого вообще потом долго не было как только включили сразу обнаружили это случайно или нет ну конечно случайно мы же понимаем все вот но тем не менее сигнал был хорош вот его так сказать формы видите действительно это синусоида и с растущей амплитудой все как надо причем почему надо не один детектор потому что вот спектр здесь время здесь частота шумов вот этот чирп вот эти сигналы они шумы там бывают там не гауссовы шумы они так так хитро подстраиваются под эти сигналы что если бы у вас был только один детектор вам бы никто не поверил потому что так и шум может быть устроен понимаете может это просто шум подстроился под этот сигнал настолько настолько сложная машина что там шумы очень сложный характер могут носить но когда у вас два интерферометра и время задержки как раз нужное соответствующее расстояние между двумя этими обсерваториями тут уже как говорится ничего не поделаешь это реальная вещь совершенно реальная вещь вот ну и дальше значит вот этот несколько очищенный сигнал вот в него вписана наиболее подходящий так сказать модель которую можно анализировать это обстаточное уклонение от этого сигнала все как положено делается ну и что получается ну получилось значит вот это это не картина не художника а это расчет на суперкомпьютере как излучаются гравитационные волны от вот этой сливающейся двойной системы значит здесь по оси время вот здесь идет время а здесь расстояние вот она приближается и со временем распространяется вот эта гравитационная волна ну цветом это амплитуда ну разных гармоний желтый розовый то есть это расчет того как реально расходятся эти гравитационные волны вот от этого источника и со скоростью света дальше эти возмущения метрики распространяются и мы их детектируем ну и вот пожалуйста эти примеры этих сигналов там уже сейчас уже уже наверное скоро 200 штук будет ну пока что опубликовано 100 примерно сейчас идет набор данных и будет анализ где-то в мае наверное они опубликуют видно что они все очень похожи но не совсем некоторые просто вот так идут ровненько а некоторые с какими-то вот такими так сказать особенностями откуда берутся эти особенности как я уже сказал они берутся из-за того что подходит сигнал от тела от массивных черных дыр которые имеют не нулевой спин а из-за этого возникает вот прицессия орбиты то есть реально из этих сигналов считываются считываются параметры вот эта черп масса и вот эффективный спин некая комбинация спинов черных дыр ну или там тел эти которые сливаются ну и вот как видно как улучшался горизонт видимости сейчас вот здесь здесь что здесь расстояние в мегапарсеках который с которого видно слияние двух нейтронных звезд такой на уровне сигналов шум восьмерка вот сейчас уже они дошли до 160 это вот где-то сейчас вот здесь они работают на 160 в мегапарсеках это не так много на самом деле для но это сложная задача вот начинали-то они вообще с 70 а сейчас уже 160 ну вот так вот прогресс в этой области идет зеленым цветом это детектор вирга сейчас еще детектор кагра он чуть пониже ну и вот то что я сказал параметры из наблюдения это вот комбинация масс которая называется черп масса и вот этот эффективный спин это наиболее хорошо определенные параметры значит вы определяете массы вот с некоторым с некоторым с большей неопределенностью вы разделяете на массы компонентов потому что отношения массы определяются хуже чем просто черп масса и вот этот эффективный спин что еще если это у вас же происходит слияние этих двух тел в конце у вас вы определяете массу финальную слившегося вот этого образовавшегося тела более того если вы посмотрите то сумма этих масс больше чем сумма образовавшегося тела почему потому что часть энергии при образовании черной дыры большая примерно излучается в виде гравитационных волн здесь три массы солнца в виде гравитационных волн выделилось mc квадрат вот пиковая энергия энергии как я вам говорил они чудовищные они вот видите 10 в 56 степени r в секунду но это в гравитационных волнах которые очень слабо детектируются это не электромагнитный сигнал и расстояние и красное смещение расстояние хуже красное смещение и область на небе из которого это примерно вы это дело наблюдаете такой банонообразный характер носит из-за того что вы по сути дела работаете с детекторами которые все направлены и расстояние определяется просто методом триангуляции ну вот этот парк зоопарк который опубликован был уже ну как бы стопроцентные источники которые уже на них поставлено клеймо что это реальные были источники вот их здесь порядка ста штук и видите все сигналы очень так сказать фурье представления они все очень похожи все очень похожи все однотипные только такие пока и обнаружены других повторяю сигналов нет какие могли бы быть ну могли бы быть сигналы от допустим есть какая-то вращается нейтронная звезда с горой и она будет излучать вам грандиационные волны на какой частоте на удвоенной частоте вращения то есть если она попадает в область там 500-600 герц то вы бы видели в фурье спектр был бы просто останкинская башня правда вы просто видели одну гармонику от вращения вот таких сигналов сколько не пытались найти пока не нашли о чем это говорит это говорит о том что если горы есть то они очень маленькие и поэтому сигнал слабый значит это дает предел там на электричность вот этих самых гор на нейтронных звездах и так далее но пока что это только верхние пределы вот ну а горы маленькие почему потому что гравитация сильная да поэтому на Марсе горы сколько там 20 километров да есть да а у нас тут кто на Эверест ходил сколько 9000 всего вот ну и дальше вот рисуются эти да да и как говорится дальше начинается самое интересное где же тут астрономия она вот я уже сказал где она там и расстояние определяем и источники отождествляем а дальше мы должны им эту марку наклеить что это такое что это двойная нейтронная звезда черная дыра или вообще что это такое вот все эти сигналы идут от двойных сливающихся источников причем есть черные дыры или вот черные дыры с нейтронной звездой откуда спрашивается вы взяли это а вот отсюда здесь вот масса компонент черв массы и отношения масс они просто пока классифицируются по ну по типу сигнала и по массам компонент ясно что нейтронные звезды не могут быть там 20 масс Солнца правильно значит и в этом смысле конечно важно я сейчас дальше об этом скажу видеть сигналы которые почему от нейтронных звезд они интереснее потому что нейтронную звезду черная дыра может проглотить без разрыва а может разорвать перед этим приливным образом подобно тому как спутник Сатурна были разодраны и мы видим эти красивые кольца значит и вот если разрывается нейтронная звезда черной дырой перед тем как окончательно снится тогда у вас возникает масса интересных явлений связанных с тем что есть барионы есть там всякие магнитные поля есть энерговыделение и вы можете видеть много сопутствующих электромагнитных явлений и одно из них действительно мы видели пока что вот ну и вот эта табличка у них на сайте она значит я только не буду долго объяснять здесь массы компонент и разного рода вот интересные объекты здесь вот здесь нейтронные нейтронные две нейтронных звезды а красным это как бы нейтронная звезда и черная дыра просто потому что масса второй компонент видите две массы солнца 1,4 1,9 1,2 но вообще говоря никто не запрещает у черной дыре быть с такой массой не правда ли поэтому это вопрос открытый потому что никаких сопутствующих электромагнитных явлений кроме одного вот от этого 17 0,8 17 не видели но там было слияние двух нейтронных звезд вот так что это очень важный важный вопрос значит эта табличка пополняется они не публикуют видимо в конце мая как я уже сказал через месяц будет первая публикация где они пополнят этот каталог еще наверное штук 100 почти каждый день что-то происходит но данные пока обрабатываются это сложная задача действительно это не то что вот за один день можно сделать это на суперкомпьютерах происходит обработка очень тщательное вычищение так сказать всех этих шумов поэтому это серьезная работа требующая времени ну и это вот картинка как мы что мы собственно увидели отсюда мы увидели удивительные вещи значит вот этот орел или кто это голубь мира здесь массы сливающихся компактных объектов значит просто поштучно мы видим что есть массы порядка 100 масс солнца черные дыры с массами порядка 100 масс солнца а вот фиолетовеньким это до 20 масс 21 масс солнца это черные дыры в рентгенских двойных системах которые известны в нашей галактике мы видим что есть ну есть некий переход к более массивным но значит есть менее массивные эти самые источники но важно что в двойных системах у нас нет всегда думали что ну 10-20 масс солнца черные дыра а вот уже даже первый источник у которого было 2 по 30 масс солнца он вызвал массу всяких вопросов потому что вопрос почему потому что понять как образуются черные дыры такой массы это открытый вопрос из астрофизики их можно получить есть определенные модели как это сделать но это а вот что касается стама солнца это вообще не так просто потому что вам нужно брать с самого начала очень массивную звезду а массивные звезды там есть проблемы с эволюцией связанные с тем что для очень массивных звезд еще на стадии горения кислорода в ядре ну как вы знаете водород гелий углерод кислород у вас может начаться рождение электронно-позитронных пар возникнуть неустойчивость звезда просто взорвется не доживет до коллапса и черную дыру сделать очень трудно вот ну и были предложены сразу ну как говорится масса работ мы предлагали эти сценарии с 90-х годов рассматривались в том числе и в наших работах можно все делать из массивных двойных систем просто стандартной эволюции двух массивных звезд которые в конце приходят приводят к образованию сначала одной черной дыры потом второй и эти две черные дыры в конце концов взрываются и это все было мы думали что это самый главный механизм потом были придуманы механизмы более хитрые связанные с тем что можно брать очень быстро вращающиеся звезды на главной последовательности и тогда эволюция их немножко меняется ну вращающиеся звезды эволюционируют несколько по-другому но можно это все так сказать делать из быстрого ну это некий как говорится уже дополнительные сценарии все-таки все равно это изначально из двойных систем но никто не сказал вам что это изначально из двойных звезд можно делать можно делать это с динамического захвата плотных звездных скоплений почему потому что динамика звезд показывает плотных скоплений что там вот эти динамические захваты первые звезды дали там какие-то черные дыры потом эти черные дыры могут захватывать еще звезды двойные системы или могут даже образовывать систему из двух черных дыр один раз второй раз и сливаться и давать черные дыры большей массы и таким образом как бы масса черной дыры может расти 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 В результате этих динамических захватов и за 10 миллиардов лет можно сделать и 30-50 солнечных масс. В общем, это отдельное направление исследований. Как всегда в астрономии, из-за того, что мы не знаем место, в котором образуются точно большие области на небе, откуда пришел нам сигнал, мы не можем найти место, в котором они образовались. Точно указать. И это пока не позволяет нам однозначно выбрать между всевозможными механизмами, хотя наиболее вероятный, как я уже сказал, из обычных двойных систем. Но есть и экзотический сценарий, который тоже нельзя списывать со счетов. И заключается он в том, что... А кто вам сказал, что это черная дыра, сделанная из звезд? Черную дыру же можно сделать из чего угодно, правильно? Возьмите просто плотность энергии и заключите ее в размер, в область порядка шваршильдовского радиуса для эквивалентной массы, и у вас образуется черная дыра. Вот эта идея была выдвинута еще в 67-м году. Яковлевич Зельдовичем, Меликдевич Новиковым. Еще здесь Гаиша Новиков работал. И потом уже Хокин, Карр, масса людей, которые это все повторили, развили. Значит, идея очень простая. Когда у вас есть флуктуации, какие-то космологические плотности, и вот если они оказываются больше размера соответствующего горизонта, они вот эти все пики плотности будут коллапсировать и образовывать вам первичные черные дыры, которые могут иметь широкий спектр масс. Начиная от самых маленьких, которые могут там испаряться, и кончая массами звездными, и даже десятки, сотни солнечных мостах можно делать. И эти сценарии пока остаются экзотическими, хотя мы над этим работаем. Есть возможность это все проверять, но для этого нужна статистика, для этого нужна точное определение параметров. И самое главное место, откуда вот эти события происходят, пока это не сделано. Ну, ладно, это я пропущу. Ну да, и вот картинка, если вы построите просто функцию распределения вот этих черпмасс по... Вот это обычная функция распределения, да. Здесь единичка, здесь ноль. И посмотрите, ее можно подогнать различными способами. Вот здесь пример подгонки астрофизическими черными дырами до тридцатики под солнце. И вот черными дырами неизвестной природы, которые вот тянутся до больших масс. Это могут быть там первичные черные дыры, например. Или вот как-то вот этот провал, он может говорить нам о том, что мы имеем дело с двумя популяциями этих черных дыр. Это вот типичные астрофизические, которые мы знаем в рентгенских двойных системах такого типа звезды, черные дыры. А эти могут быть или вот идти из динамических захватов в скоплениях, или может быть даже первичными быть. Или, например, это могут быть черные дыры, которые образованы так называемыми звездами населения Три. Если вы слышали, у нас Солнце – это население Один, старые звезды Балджи Галактики, низкометалличные – это население Два. А самые первые звезды, которые состоят из водорода и гелия, из космологического хемсостава, население Три – гипотетические звезды. Одна из задач Спейс-телескопа, она как раз и заключается в этого самого Джеймса Фебба, пытаться найти следы их. Как-то, ну, пока еще достоверно их никто не видел, но они должны быть. Так вот, эволюция этих звезд может приводить к образованию более массивных черных дыр, чем здесь. И если тогда они образовались, пара их, пока там они проэволюционировали, можно делать там и стома Солнца. Вот. Ну и то, что последний сюжет – это многоканальная астрономия. Это очень такой модный термин, везде употребляется, когда мы одновременно изучаем источники во всех, не только в электромагнитном канале, но и в градационно-волновом, там, в нейтрином или еще в канале космических, космический учатник, видимо. И вот, как говорится, утвержденное человечеством начало многоканальной астрономии началось со слияния двойных нейтронных звезд 17 августа, значит, соответственно, 17-го года, когда вот этот гравитационно-волновой всплеск из двух нейтронных звезд совпал практически со временем. Гамма-всплеск с короткого, значит, и то, что гамма-излучение электромагнитное может образовываться при слиянии нейтронных звезд, было известно в 70-х годах. Потом еще вот знаменитая работа Сергея Ивановича Блинникова с авторами о том, что, вот прям явно написано, что при образовании, при слиянии двух нейтронных звезд может происходить медленное перетекание одной нейтронной звезду на вторую. Вот эта звезда, которая худеет, она, как известно, имеет больший радиус, в конце концов, она доходит до одной десятой массы Солнца, гравитация уже не способна удержать ее в равновесном состоянии, она фактически обратным где-то распадом взрывается. И вот в этот момент может произойти и гамма-всплеск. Это была их идея, но сейчас разного другого рода механизмы используются для гамма-всплеска в том числе. Но сам факт ассоциации с гамма-всплесками, он был отмечен в этой работе. Вот этот сигнал, вы видите, вот он, такая ниточка тянется в разных детекторах, в одном детекторе, в втором. Ну, внимательный зритель может усмотреть, я не усматриваю, что здесь тоже что-то есть, но они говорят, что анализ показывает что-то кида. Вот, вирга. У них чувствительность была гораздо хуже, но всплеск был близко, на 40 мегапарсеках, и они вроде бы должны были видеться. Ну и на небе там область, она там десятки квадратных градусов, естественно. Вот, и важно, что именно из этой области пришел и гамма-всплеск. То есть ассоциация была очень надежная. Значит, с помощью спутника Ферми, который в гамма-диапазоне и интеграла, который тоже в гамма-диапазоне работает, удалось локализовать это все в области очень маленькой, достаточно маленькой, которая пересеклась, вот область бокс-ошибок гамма-телескопов, а это бокс-ошибок миграционно-волновых. Ну и тогда, поскольку расстояние до него 40 мегапарсек было известно, сразу стали искать галактику, и через там часов через 9 нашли там источник. Значит, ну, между прочим, еще до того, как говорить об оптике, последние там 10 минут, я скажу, что сам факт совпадения, вот закончился этот самый гамма-всплеск, нет, гравационный волновый сигнал, и вот пришел через секунду, через полторы секунды вот это гамма-излучение пришло. Отсюда элементарно можно посмотреть, насколько расходятся скорости света электромагнитного излучения, электромагнитной волны и гравационной волны. Это страшно важный параметр в разного рода расширенных теориях. Оказалось, что отношения, скорость света и электромагнитный и гравационный волны совпадают с точностью до 15-го знака после запятой. Это сразу отбросило там огромное количество разных лоринсовыми вариантами теорий. Это экспериментальный факт, значит, это очень важно. Ну, была проверка сделана вот с помощью этого сигнала принципа эквивалентности. Ну, я думаю, что самое главное – это вот это. Разница скоростей дельта ВКВ, она никогда с такой точностью до этого события дельта ВКВ ограничилась что-нибудь фактором 10-4, а здесь сразу 10-15. Это редкий случай, когда вы на 15 порядков точность улучшили. Представляете? Это, конечно, великое было. Самое главное – достижение, наверное. Вот. Ну, и разная экзотика, число дополнительных измерений тут было проверено. Оказалось, что все-таки их три плюс-минус там, ну, в общем, меньше единицы. Ну, правильно, длинная ширина – высота. Кто четвертый видел? Вот. Ну, и вот многоволновые наблюдения, безусловно, надо сказать, потому что это галактика, в которой произошел этот гаммунсплеск, она вот на окраине, она такая, она спиральная на самом деле, на спираль, там я слабо выражена. Ну, вот, значит, появился источник, которого не было раньше. Которого не было раньше. Ну, и здесь нужно сказать, что еще до того, как пошли оптические наблюдения, уже сам вот этот черп-сигнал галактично-волновой дал очень многое. Ну, например, как я уже сказал, определили массы компонент, они оказались вот в диапазоне масс нейтронных звезд. Что еще? Ну, расстояние до источника, что очень важно, что помогло вот эту галактику это обнаружить сразу же, потому что известно было, в каком слое в этом управлении смотреть галактики на южном небе. И очень важной, это была измерена приливная деформация. Дело в том, что когда нейтронные звезды приближаются одна к другой, их приливные силы вытягивают, ну, подобно тому, как к полости рожь, вот звезда приближается. И эта приливная деформация, она определяется числом лява. Слышали, да, про число лява? Ну, кто-то, наверное, слышал, который определяет приливную деформацию тела, обычную, классическую, и отношение массы радиуса в пятой степени для вот этих нейтронных звезд. И эта вещь, которая измеряется, а она дает нам ограничения на уравнение состояния нейтронных звезд. Это, конечно, важнейшая вещь, которую нельзя было измерить в обычных нейтронных звездах в двойных системах. Вот, ну и пошла многоволновая астрономия, пошла после... Вот через несколько часов увидели оптические телескопы, увидели ультрафиолет со спейс-телескопа, инфракрасные наблюдения, пошли радио, и наиболее интересные, конечно, это были инфракрасные наблюдения. Я сейчас скажу, почему. Потому что, да, вот эти телескопы, в том числе вот мастер в этом самом, в Аргентине, разного класса инструменты, важно было вот что. Важно было получить спектр этого источника. А спектр этого источника, вот через пять дней после вспышки, он имел в инфракрасном диапазоне мощный пик. То есть этот источник резко покраснел через несколько дней. И этот мощный пик объяснялся тоже предсказанным ранее распадом очень тяжелых ядер, которые образуются нейтронно-перегруженных, которые выбрасываются при слиянии двух нейтронных звезд. Эти элементы класса типа лонтоноидов, вот такие очень тяжелые, сверхтяжелые элементы, перегруженные нейтронными ядрами, они все радиоактивные. И когда они распадаются, они греют вот этот остаток выброшенный, и он светится в инфракрасном диапазоне. Этот эффект называется килоновый. Виден очень хорошо в ВК-диапазоне. Ну и, как говорится, это все привело к пониманию того, что во время слияния двух нейтронных звезд возникает большое количество так называемых элементов R-пика. Нуклеосинтез ядер, которые в таблице Менделеева, говорит о том, что часть из них до железа все более-менее объясняется эволюцией звезд. Но есть, вот начиная уже более тяжелые элементы, вот с фиолетовым цветом показаны, там какое-нибудь золото или платино, или уран. Это R-элементы, которые очень непросто сделать в эстрофизических условиях. Для этого нужно, чтобы был очень мощный поток нейтронов. И при слиянии нейтронных звезд вот этот R-процесс позволяет обойти запреты на формирование элементов тяжелее висмута. И вот они все, вот с фиолетовым это все, в том числе вот ураном вообще целиком, они все сделаны, как считается, сейчас делаются при слиянии двойных нейтронных звезд. Ну вот даже первый анализ показал, что при слиянии вот в этом событии образовалось порядка 100 масс земли чистого золота, 60 масс земли чистого урана. Ну вот, так сказать, хороший бизнес-проект оттуда, так сказать, приносить. Ну и вот буквально последний слайд, что же нас ждет в будущем. Сейчас идет вот этот RAN-4, где мы дошли до 160, или до парсек примерно. А VIRG-детектор до 80, а вот кадры, вот он, видите, пока еще в стадии развития находится. И вот, видите, у них будет потом технический перерыв, технический перерыв, так сказать, он же нужен, да, покурить и оправиться, и, что называется, и подделать, чтобы чувствительность вашего детектора раз в 10 была лучше. В общем, это сложная штука. Они планируют начать где-то в 28-м году и тут значительно улучшить горизонт для двойных нейтронных звезд. Для черных звезд он гораздо выше, потому что там масса в степени 5,6 входит в эту оценку. Что важно, что он... Сейчас вот в апреле начался вторая его... Вторая половинка, 8-го, что ли, апреля, пару недель назад, неделю назад, и он закончится в феврале 25-го года. Сейчас все это идет. Но они вот первую половинку, вот эту, должны опубликовать результаты. Вот где-то, может быть, в мае, вот буквально скоро что-то такое объявится, что они там увидели. Вот. Ну, и... Совсем уже планы у них есть. на десятилетие вперед, когда уже вот этих 4-х километров плеч не хватает для улучшения чувствительности, и надо рыть сквозь землю тоннель длиной километров 40. Вот есть такой проект Cosmic Explorer. И вот видите, как чувствительность будет улучшена на порядок вот в области от 10 до 1000 герц. 10. Здесь стоит просто предел, связанный с сейсмикой. Земля слишком шумящая и слишком много сейсмического шума, чтобы можно было что-то обнаружить на фоне этого шума, а он не поддается никакому учащению. Чтобы идти в более низкий диапазон частот, надо уходить в космос и строить... И такие проекты сейчас есть. Космические интерферометры в космосе с расстоянием много миллионов, несколько миллионов километров. Делаете просто спутники и с помощью лазера измеряете расстояние между спутниками. Надо как минимум три спутника. Вот такой треугольник. Ну и там можно достигать диапазон миллигерцовый уходить. Вот такой. Если говорить о еще других диапазонах, я просто за отсутствие времени не сказал об этом, можно ведь пользоваться и косвенными способами детектирования гравитационных волн, по пульсарному таймингу и так далее. Но это как бы тема отдельной лекции. Я не стал уже тут вам все на вас выливать, потому что и так информации достаточно много. Так что вместо заключения вот здесь я несколько таких вещей, которые подчеркнуть хочу, астрофизических, которые пока не ясны. Как образуются вот эти астрофизические черные дыры? Это я вам говорю, что есть только гипотезы, и проверить их пока не удалось до конца. Очень интересные вопросы первичных черных дыров. Но мы ждем новых слияний двойных нейтронных звезд, потому что вся мощь электромагнитной астрономии она набрасывается на этот источник, и его, так сказать, наблюдают всем, чем только можно. Вот. Ну и от таких вот событий, которые уже есть, пока никакого электромагнитного излучения не обнаружено. Это может быть связано просто с тем, что черная дыра проглатывает эту нейтронную звезду, не разрушая ее. Она не успевает разрушиться, как падает под резон событий. Вот. А все. Все, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Спасибо. О, подожди. Спасибо большое. Я очень впечатлился от истории про полковника и возможности использовать землю как нейтрологическое тело. Движное тело. Я не очень понимаю, куда берется это ограничение, потому что тело не должно быть электромагнитно связано. Я вот знаю, что первые датчики гравитационных полков Я понял ваш вопрос, Саша. Смотрите. Значит, если речь идет о твердотельных детекторах. Значит, твердотельный детектор веберовский, действительно, первоначально люди так думали, что можно им обойтись. Почему? Потому что когда проходит гравитационная волна, она как бы ударяет как молоточком по вашей болванке. Если у вас высокая добротность, то она долго будет звенеть, да, как вот колокол выдают. Звените, он там, если хороший колокол, он очень долго будет вам держать звук. И эти эксперименты действительно делались и делались. В чем их проблема? Проблема в том, что и эксперимент Агран, который в Гаише делается на боксане, он тоже твердотельный, проблема заключается в том, что эта болванка должна быть очень высокодобротной, там нужны хорошие датчики, чтобы это все измерять, эти колебания, вот эта исцеляция торцов ее. И проблема в том, что она очень узкополосная, то есть она чувствует в диапазоне вот некой такой фундаментальной частоты, на которую у вас настроен ваш детектор. Если вы хотите сделать таким детектором землю, у вас ничего не получится, потому что земля состоит из ядра, из мантии, коры, сплошные шумы, и она не даст вам вот этой высокой добротности, для того, чтобы вы... Она не чувствительна вот к такого рода экспериментам. Человек, который предлагал, он думал, что именно он использовал вот эту... Ну, правильно, он взял эту формулу дельта-эль-кэль и измерял вот эти сейсмические дельта-эль, которые идут сейсмические колебания. И мы пытались им это объяснить, что ничего, кроме шумов, там нет сейсмических. Они чем-то еще связаны. Они никак не могут быть сделаны с гравитационными волнами. Даже хотя по амплитуде у него получалось... Я взял 10 минус 21-ый, размер диаметра Земли 12 тысяч километров, и я видел колебания вот такой амплитуды. Но они могут быть чем угодно связаны, они не обязательно с гравитационными ошибками. А так твердотельные детекторы, они, к сожалению, не получили никакого финансирования. Все деньги брошены на лазерные, потому что они обладают чувствительностью в очень широком диапазоне частот, в том числе и в том, где работают твердотельные детекторы. Поэтому решили деньги тратить на них, а не развивать это направление. Хотя с ГАИШи у нас мы продолжаем делать это дело, но пока прибор находится в стадии доводки. Это сложная экспериментальная установка, чтобы хорошую чувствительность иметь на твердотельном детекторе. Я ответил на ваши вопросы? Спасибо, ребята. Дайте, спасибо, спасибо. 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 Спасибо.